Добрый день, любители истории и нумизматики, с вами Одинокий Копль. В этом выпуске расскажу вам о монетных кладах второй половины 16 века. И речь здесь пойдет не о Москве, не о московских кладах, а о кладах в Московской области, о небольших городах, о небольших поселках, о тех местах, где эти клады когда-то прятали простые люди, о тех местах, где они жили, и о тех местах, где мы можем найти эти клады. Начинаем. Клады, зарытые во второй половине правления Ивана Грозного и при его преемнике Федора Ивановича, встречаются гораздо чаще, чем в период с конца 14 века по 40-е годы 16 века. Если в Москве и Подмосковье за этот период, охватывающий более чем 150 лет, отмечено 25 кладов, то такое же количество приходится на 50 лет с середины до конца 16 века. Основная масса кладов относится к 80-м годам 16 века. Это были годы, когда давало себе знать хозяйственное разорение страны. Ведение опричнины, которое не только взбудоражило население, но и нарушило устоявшийся десятилетиями порядок. Размещение земельных владений и самих землевладельцев, неудачи в затяжной Ливонской войне, усиление эксплуатации крестьянства, непрекращающиеся военные поборы. Все это привело к тому, что села и деревни запустили, урожаи резко снизились, цены на хлеб и другие жизненно необходимые продукты увеличились. Жители прятали свои сбережения и разбегались. Многие из них так и не вернулись на свои старые места. О чем же могут рассказывать эти клады? В первую очередь бросается в глаза, что клады заметно изменили свои пристрастия. Из города они перекочевали в сельские местности. Если клады 15 века, начало 16 на 80-90% происходили из Москвы, то в кладах второй половине 16 века на долю Москвы попадает всего лишь 20 или 30%. Если нанести на карту места находок в подмосковных кладах второй половине 16 века, бросается в глаза одна особенность. Клады начинают заметно уклоняться от больших торговых дорог, где раньше их так охотно зарывали. Это объясняется многими причинами. Осваивались новые земли, распахивались лесные угодья, сводился лес по берегам рек, возникали новые села и деревни. К тому же, жители вполне осознанно стремились селиться подальше от больших дорог, где никогда не был свободен от обязательных повинностей, по обслуживанию царских гонцов, царских или боярских выездов, от размещения войск на постой, и, наконец, где чаще всего творились разбой и грабеж. Ведь выражение «разбойник с большой дороги» возникло не случайно и имеет вполне реальные исторические корни. Клады этого времени можно увидеть в самых глухих уголках Подмосковья. Они перестали быть принадлежностью купеческого сословия. Они стали массовым явлением. Торговля проникла во все слои русского общества, и деньги стали непременным спутником жизни не только горожанина, но и сельского жителя. Наличие кладов служит важным показателем экономического подъема в различных районах Московской земли. Так не случайно, что многие клады сосредоточились в западных районах Московской области. Западное течение Москва-реки и ее притоков с городами Можайском, Звенигородом, Рузой было освоено и заселено раньше, чем другие районы. Удобные стратегические положения и торговые значения обуславливали расцвет этих городов и прилегающих местностей. Со второй половины XVI века по мере распространения московских владений на север и восток значения их заметно снизились. В XVII веке Можайск, Звенигород, Руза, Захирилии. Как отражение недавнего экономического расцвета остались здесь клады эпохи Грозного. А вот кладов XVII века, которые встречаются гораздо чаще, чем клады XVI века, здесь найдено совсем немного. Освоение северных земель и расцвет городов к северу от Москвы XV-XVI веках тоже зафиксировали монетные клады. В общей сложности к северу от Москвы найдено около десяти кладов. Из них пять приходится на Дмитров и его окрестности. В первой половине XVI века в Дмитрове бурно развивалась торговля солью, рыбой, хлебом, медом, оловом и свинцом. С Волги через Дмитров доставлялась в Москву живая рыба для государево стола. В самом Дмитрове были вырыты пруды для сохранения живой рыбы на царский обиход. Через реки Дубну, Яхрому и Сестру из Дмитрова можно было попасть в Волгу. На пути к Дмитрову, важнейшему центру, связывавшему Москву с севером, найдены клады в бассейне рек Яузы и Клязьмы, так как именно там проходил Волг из Яузы в Клязьму. Теперь здесь стоит город с названием Мытищи. Когда-то в этом месте собирали мыто, то есть торговые и проездные пошлины с проезжающих людей. К востоку от Москвы в Зарайском и Ногинском районе отмечены четыре клада. Клады Зарайского района найдены возле древней дороги из Москвы к Троице-Сергиевой лавре. С XIII века здесь проходил торговый путь, который связывал Клязьму с Верхней Волгой. От Москвы до Троице-Сергиево монастыря в XIV веке была проложена первая на Руси грунтовая дорога. Не нужно забывать, что Троице-Сергиев монастырь не только был крупным религиозным центром, но и вел колоссальную торговлю, имел свои лавки и торговых людей во многих русских городах, в том числе и в Москве. Клады Загорского района, найденные в бывших владениях монастыря, несомненно имеют прямое отношение к его торговой деятельности. Один клад обнаружен неподалеку от Ногинска, на берегу реки Клязьмы. Ногинск, бывший Богородск, ведет свое происхождение от Ямской службы. Здесь была расположена Слобода, жители которой обслуживали Ганьму по бывшей дороге из Москвы в Нижний Новгород и Рязань. И эта Ямская Слобода принадлежала Московской Рогожской Слободе, а в XVII веке получила название Старый Рогожский Ям. Находки кладов к востоку от Москвы вдоль бывших дорог в какой-то мере служил доказательством того, что освоение восточных направлений при Иване IV только началось, и жители еще продолжали сосредотачиваться преимущественно вдоль больших дорог. В западных и северных районах, как мы видели, этот обычай уже уходил в прошлое. К югу и юго-востоку от Москвы, по нижнему течению реки Москвы и по Оке найдено шесть кладов. Эти места были населены и обжиты еще с древних времен. Здесь по реке и посуху проходила оживленная дорога на Коломну, Рязань, Крым. Этой дорогой ездили гости-сурожане, направлялись посольские караваны из Москвы в Орду и обратно. На берегах Москвы и Оки рано появились важные торгово-ремесленные поселения, которые имели, к тому же, немаловажное стратегическое значение. Броницы, Гжель, Мячково, Коломна, Сьерпухов. В Броницах, по предположению, жили мастера, изготавливавшие доспехи для воинов. В Гжеле, благодаря залежам природных глин, издавна возникли гончарные промыслы. Производилась посуда определенного фасона и раскраски, а также детские глиняные игрушки. Село Мячково было знаменито своими каменоломнями. Белый камень из Мячково шел на строительство московских зданий и других сооружений. Коломна, Кашира, Сьерпухов составляли опорные пункты, защищавшие владение московского князя от кочевых степных племен. Эти города были и важными торговыми центрами. В Коломне, например, насчитывалось 400 лавок и других торговых мест. Сьерпухов связывал московские земли с южными городами и торговал хлебом, кожей, скотом. В 1656 году в нем был сооружен каменный Кремль. На этом, пожалуй, на сегодня закончим. Если понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий. Если не понравилось, то напишите, что именно. Буду исправлять. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok